МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 10 апреля в микрорайоне Мирный водитель Хонды в жилой зоне наехал на пешехода. Ребенок 2014 года рождения перебегал дворовую территорию без присмотра взрослых и не убедился в безопасности движения. К счастью, мальчик не пострадал. Также 10 апреля на дороге Сургут-Салехард водитель Вольва на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу Уралу. В результате водитель первого большегруза попал в больницу. Утром 10 апреля в Ноябрьске в доме на улице Транспортная загорелось имущество жильцов подъезда. Как сообщают очевидцы, неизвестные подожгли оставленные велосипеды, детские снегокаты, в результате чего были закопчены стены, пол и потолок подъезда на площади 40 квадратных метров. В тушении принимали участие 16 огнеборцев и 5 спецмашин. Официальные причины пожара устанавливаются. Два дорожных полицейских из Нового Уренгоя, лейтенант Алексей Нестеров и младший лейтенант Жанат Каундыков, стали героями настоящего триллера со счастливым концом. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, офицеры спасли от неприятностей человека, которого пытались увести в неизвестном направлении с неизвестными намерениями, двое похитителей из Омской и Тюменской области. Анонимный сигнал о готовящемся злодеянии поступил стражам порядка накануне. Патрульный экипаж настиг злоумышленников, избивших свою жертву и силой, посадивших ее в автомобиль на трассе Сургут-Салехард. Погоня длилась от самого города. Попытки вызволить похищенного человека без применения табельного оружия результата не имели. Пришлось открывать стрельбу по колесам, что и привело к успеху. Злоумышленники 81-го и 88-го годов рождения были задержаны. В отношении водителя составлен административный протокол по трем статьям. Управление автомобилем в состоянии опьянения без прав, неповиновение законному требованию полиции, оставление водителем места ДТП. В Ноябрьске мужчина выстрелил в соседа из дробовика. Так, местный пенсионер накануне днем ремонтировал во дворе трактор, и из-за шума работающего грейдера у него произошла ссора с соседом. Через несколько минут после конфликта раздались выстрелы. Мужчина почувствовал боль в голени и пояснице. Пожилого мужчину доставили в травмпункт, у него диагностировали ранение дробью. Его жизни ничего не угрожает. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего. Они выяснили, что оружие зарегистрировано. Возбуждено уголовное дело по статье хулиганства. Санкция данной статьи предусматривает штраф от 500 тысяч до миллиона. Принудительные работы до 5 лет или лишение свободы на срок до 7 лет. В Тазовском местного жителя осудят за нападение на полицейского. Так, у стен местной школы начали скандалить двое мужчин. Сотрудник школы позвонил на 02. Приехавшие правоохранители потребовали прекратить шуметь. В ответ один из скандалистов атаковал полицейского и нанес ему удары руками в грудь. Следствие установило все обстоятельства инцидента. Теперь нарушителя поселкового спокойствия ожидает суд. К этому часу у меня все новости. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и окружающих. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин